Основная задача, которая вам предстоит, заключается в том, чтобы вы понимали, какое количество положительных сделок вы делаете, какое количество отрицательных. Но в самом начале, когда вы только начинаете торговать, основной фактор, который вы обязаны учитывать, основной фактор, это количество положительных направлений. Например, сейчас вот был майамский семинар, я собрал всех семинаристов и сказал, вот вы хотите слушать меня, слушайте. Если не хотите, делайте по-своему, но моя настоятельная рекомендация, моя настоятельная рекомендация, она предельно проста. Вы, после семинара, два месяца не торгуете, а делаете только домашнее задание с направлениями, то есть, если 60% направлений у вас подтверждается, 60% направлений, то, скорее всего, вам элементарно можно переходить уже торговать в реале. Если же количество ваших положительных направлений меньше 50, там, и вообще, или меньше 40, то что значит направление? Вы видели, да? Мало того, что направление подтверждается, должна быть точка входа, инструмент от этой точки должен пройти минимум 3 к 1, вот это очень и очень важный факт, поэтому мой совет один настоятельный, вы хотите, можете воспользоваться им, можете не воспользоваться, я всем советую, минимум, минимум 60-70% положительных сценариев, что такое сценарий? По каждому инструменту вы описываете сценарий, куда, скорее всего, пойдет инструмент, только сценарии, они более глубокие, там, почему тот или иной инструмент описывается, почему в том или ином инструменте что-то происходит. Вот это основные вещи, на которые вы должны обращать внимание. И, и, если по истечению какого-то срока 60-70% сценарий ваших начинает исполняться, а я вам скажу честно, что кто на годовой программе, я вообще их не пускаю, если у них положительные сценарии, там, не составляют 60-70%, то тогда, тогда вы просто обязаны сесть еще один месяц, еще один месяц. Ваша основная проблема заключается в том, что вы просто тупо себя убиваете. Вот это самая большая проблема. Вы садитесь, вы начинаете торговать, вы делаете огромное количество какой-то ошибок, вы не понимаете, что с вами происходит. Почему? Практика из теории выходит, теория из практики не выходит. То есть, если вы пытаетесь на практике практиковаться и делать какие-то выводы, никаких выводов не будет. Вы должны сначала создать теорию, то есть база, то что мы называем, потом после этого перейдите на практику. Если у вас слабая теория или слабая база, мой совет говорит один, вообще не садитесь, вообще не садитесь. Вот это основная ситуация, которая, по сути дела, вам всем очень навредит. Вы лезете торговать, вы думаете, что вы где-то что-то слышали, где-то что-то знаете, даже если вы прошли какой-то курс, вы все равно обязательно должны подтвердить то, что вы учили на практике. Если вы, если вы не можете подтвердить это на практике, скорее всего, скорее всего, вам лучше не надо. Вот это очень и очень важный фактор. Это то, что вы должны посмотреть, что то, что вы выучили, работает на практике. То есть, вы разберете теорию. Теория это там направление, сценарии, точки входа, точки выхода и все остальное. Вот это самое главное, то, что, по сути дела, вы просто обязаны сделать.